Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 23 марта, среда второй седмицы Великого Поста. И мы с вами, как и договаривались, в будние дни Великопостного периода будем читать и размышлять над книгой «Апокалипсис», последней книгой согласно оглавлению в Новом Завете. Это связано с тем, напомню, что в будние дни в основном в Великом Посту не читаются отрывки из Нового Завета, из Апостола и из Евангелия, но за исключением праздников. Вот, например, как вчера, 22 марта, был праздник 40 мучеников, или же у нас будет большой праздник 7 апреля, Благовещение тоже придется на будний день. Вот тогда Новозаветное чтение вновь мы с вами будем рассматривать и размышлять над ними. А сегодня мы с вами возвращаемся к книге «Откровения» Святого Иоанна Богослова, книге «Апокалипсис». Мы с вами уже говорили несколько раз о ней, несколько бесед посвятили. В этой книге не очень далеко мы пока продвинулись, но это связано с тем, что действительно книга «Апокалипсис» она чрезвычайно богата богословскими идеями, образами, символами, и хотя, как мы и говорили, стиль ее и ее многожанровость, они, конечно же, дают ей особый колорит, особый оттенок, в ней мы не найдем таких рассуждений, углублений философских, как, скажем, в посланиях апостола Павла. В этой книге все богословие выражается через вот именно символы, через аллюзии на Ветхий Завет, на изречение ветхозаветных пророков. Поэтому, чтобы понять глубину богословия этой книги, очень часто важно действительно быть знакомым с книгами Ветхого Завета, хотя бы в некоторой степени, а также с мифологией того времени, с исторической ситуацией, которая тогда была вот в Римской империи. С политической, конечно же, ситуацией. И мы с вами поэтому продвигаемся, может быть, действительно не очень быстро. Конечно же, мы не успеем очень подробно поговорить о всей книге, но, сколько Господь благословит, столько будем говорить и размышлять, потому что действительно даже вот эти шесть стихов первых, которые мы с вами уже разобрали, они нам открыли огромное количество очень важных богословских идей, и без которых вообще, на мой взгляд, понять христианство и вообще божественное откровение, откровение Бога о самом себе невозможно. Что стоит хотя бы наш с вами разговор об откровении Бога Моисею и, соответственно, откровении имени Божьего. Эта тема чрезвычайно важна. Мы с вами ей посвятили одну из предыдущих бесед. А сейчас мы с вами уже дошли до седьмого стиха, вот мы его и почитаем. Напомню, что в одной из первых бесед мы с вами говорили о том, что книга Откровения показывает нам и такой литургический срез, то, как в Ранней Церкви совершалось богослужение, как распределялись различные тексты между предстоятелем, чтецом, хором, пророком. Были пророки в Ранней Церкви, мы это прекрасно знаем. Так вот, седьмой стих — это после того, как в половине пятого и весь шестой стих прозвучала доксология. Доксология, напомню, словословие. Обычно это предстоятель произносит, и в нашей нынешней практике так называемые возгласы — это тоже тот текст, который произносит предстоятель, пресвитер. А после этого в седьмом стихе хор воспевает такое небольшое песнопение. Вот мы его с вами прочитаем. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные. Ей аминь». Мы говорили, что, возможно, это короткое песнопение пелось переменно, допустим, двумя хорами, антифонно это называется. У нас и сейчас в церкви поются антифоны. Вот это маленькое словечко «се» мы в прошлый раз прокомментировали. Напомню, что это означает привлечение внимания к чему-то таинственному, к чему-то необычному, взгляни-ка, гляди-ка. Ну или есть такая версия, что также это словечко выражает особую радость от соприкосновения с таинственным, с чудесным. Поэтому отец Олег Давыденко в своей книге «Догматическое богословие» предлагает переводить это слово, ну так, конечно, несколько условно, в кавычках, как «ура», то есть возглас радости. «Гридет с облаками, узрит его всякое око». Вот весь этот текст, на самом деле, опять же, он имеет некую основу в Ветхом Завете, в книге пророка Даниила. Мы помним, есть подобная фраза, подобное пророчество. Единственное, что здесь есть момент переосмысления Иоанном вот этого самого текста, этой самой мысли. Потому что если у пророка Даниила речь шла о том, что когда вот этот будет грести, да, то есть будет идти с облаками тот, которого пронзили, да, то народы будут каяться в виде его. То есть здесь мы видим, что народ возрыдает пред ним, все племена земные возрыдают пред ним, скорее потому, что ужаснутся и устрашатся суда Божьего. Нужно понимать, что для апокалипсиса вообще тема суда чрезвычайно важна. Я помню, мы немного об этом говорили, что красной нитью по всему апокалипсису проходит главная мысль, связанная с той ситуацией, в которой апокалипсис был написан. Римская империя, времена императора до Мициана, это 90-е годы I века, впервые так вот систематически, целенаправленно стала христиан притеснять за непочитание культа Цезаря, культа императора. Поэтому появились действительно первые мученики, которые именно были убиты, замучены за непочитание языческих национальных божеств, за непочитание в частности и, может быть, даже главным образом культа императора. И, конечно же, терпя мучения, христианам было важно понимать, что эти мучения, они временные, и они после этих мучений получат возможность встречи со Христом, возможность райского блаженства, пребывания в Царстве Небесном, а все их мучители, гонители, они предстанут перед судом Божиим. Поэтому, в частности, вот этот седьмой стих, он тоже является таким красивым, образным утешением всех тех, кому направлена книга Апокалипсис, на самом деле, во все времена, да, не только вот в тот первый век и начало второго и в последующие века, когда христиане были мучены, но, конечно же, во все времена, потому как христианство в той или иной степени, на той или иной территории часто бывает притесняемым. Даже и в наше время мы знаем, что есть мученики христианские в прямом смысле слова, да, которых физически убивают, это уничтожают, но и не только в прямом смысле, конечно же, а просто те христиане, которые остаются верными Христу, но которых в той или иной степени притесняют, может быть, как-то насмехаются над ними, уничижают как-то. Конечно же, книга Апокалипсис в этом смысле является очень серьезным и глубоким утешением для всякого христианина, верного Христу. Дальше, восьмой стих, напоминаю, что, как мы с вами выясняли в одной из первых бесед, это слова пророка, да, помню, что в ранней церкви было служение пророков. И вот пророк всегда говорит не от своего имени, а от имени самого Бога. И поэтому «я пророка» — это «я Бога». Вот здесь мы и видим, что пророк говорит от лица Бога такие слова «я есмь альфа и омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет Вседержитель». Здесь мы, дорогие братья и сестры, видим чрезвычайно важные самоименования Бога. Мы с вами, когда говорили об имени Божьем, помните, обращали внимание на то, что имя Божье, в общем-то, Моисею открыто не было. Бог сказал Моисею, что он будет таким, каким будет. И, собственно говоря, даже эта священная тетраграмма, обозначающая имя Божье, мы помним, в Ветхом Завете была запрещена к произнесению. Только один раз в год первосвященник, святая святых, это имя произносил. А в остальных случаях использовался заменитель священной тетраграммы, слово еврейское «адонаи», которое переводится как «господь», «господин». И поэтому апокалипсис, следуя традиции вот этого апофатизма, то есть не наименование Бога напрямую, а сохранение тайны за божественным бытием апокалипсис дает нам от лица самого Бога его имена такие вот символические, не напрямую описывающие, какой же он Господь есть, а именно через образы, через символы. Вот первый — это «аз есмь», если по-славянски, да, или по-русски «я есмь» альфа и омега, начало и конец. То есть это наименование Божие символически говорит о том, что Бог содержит в своей власти весь мир, с Него все начинается, им все заканчивается. Альфа и омега — это как раз можно, переводя это на русский язык, данное понимание, которое будет для нас очевидно, это как раз вот и будет начало и конец. То есть альфа и омега, начало и конец — это, по сути, одно и то же, поскольку альфа и омега — это первая и последняя буква греческого алфавита. Ну, наверняка, братья и сестры, все вы об этом знаете, поскольку именно греческие буквы, в частности, используются, скажем, и в математике, даже когда мы с вами в школе учимся, да, используем именно греческие буквы альфа, бета, гамма, ну, и, в частности, омега. И дальше, который Господь, который есть и был и грядет Вседержитель. Который есть и был и грядет, мы с вами с этим наименованием уже сталкивались раньше, да, вот в четвертом стихе тоже от того, который есть и был и грядет. И как раз-таки много говорили вот об этой формулировке, которая является тоже таким намеком на имя Божие, открытое Моисею. Вот, соответственно, уже эта тема нами разобрана. А еще одно наименование Бога — Господь Вседержитель. Или, если полное имя Божие, вот именно это — Господь, Бог, Вседержитель. Но об этом надо говорить достаточно подробно, особенно о слове Вседержитель. Поэтому мы с вами сегодня заканчиваем нашу беседу и продолжим этот разговор в следующий раз. Напоминаю о необходимости для нас с вами ежедневно читать Слово Божие, потому что в нем заключены великая отрада и утешение, и наставление. Храни вас всех, Господь! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Слово Божие, Господь. Продолжение следует...